Приветствую вас на канале Mielto, меня зовут Александр и тема из сегодняшнего видео будет Настройки за 60 секунд. Датчик уровня топлива Mielto Zond. Не так давно мы выпустили на рынок датчик уровня топлива Mielto Zond. Ссылка на ролик есть в описании к этому видео. Вместе с положительными отзывами мы получили ряд вопросов по настройке датчика. И сегодня я хочу рассказать о том, как можно настроить датчик уровня топлива с помощью конфигуратора. Итак, приступим! Для настройки датчика нам понадобится компьютер, переходник USB RS-485 и драйвера для него. И конфигуратор, который вы можете скачать с сайта Mielto.ru. Для поиска датчика в конфигураторе выбираем кнопку «Выбор датчика». После того, как мы установили драйвера на переходник, ему присваивается определенный адрес. Нажимаем поиск датчика. Конфигуратор показывает, что в системе сейчас подключен один датчик с сетевым адресом 3 и со скоростью 19200. Выбираем его и продолжаем с ним работать. Из основных параметров в конфигураторе мы видим серийный номер датчика, версию его прошивки и уровень в герцах. Но так как датчик уже настроен, то конфигуратор показывает 0. Для подключения датчика в разделе «Частотный выход» мы можем указать верхний предел. И для подключения по переходнику USB RS-485 мы должны указать его сетевой адрес. Сейчас это три. Можно изменить сетевой адрес, например, на один. Переписываем и получаем сообщение об изменении адреса. Для успешного использования датчика уровня топлива нам необходимо провести его калибровку. Это можно сделать на вкладке «Калибровка». Как видим, этот датчик уже откалиброван, но в конфигураторе есть кнопка «Сброс калибровки». Воспользуемся ей. Первоочередная калибровка делается по полному баку. Для начала погружаем датчик в топливо и дождемся, когда уровень стабилизируется. Как только это произошло, фон в конфигураторе меняется на зеленый. Для калибровки по пустому баку необходимо вытащить дут из топливного бака, слить из него топливо и дождаться стабилизации уровня. Как только уровень стабилизировался, выполняем калибровку по пустому баку. Как видно из конфигуратора, калибровка по пустому баку произведена успешно. Для общей проверки возвращаемся назад и видим уровень. Сейчас мы продемонстрируем, как работает датчик уровня топлива. Он определяет уровень в какой-либо емкости и выводит данные по частоте. Также можно увидеть температуру в измерительной части в голове дута. Все изменения в настройках дута конфигуратор заносит в журнал, в так называемую историю. Это общее время работы датчика, количество записей и подробная информация. Также в конфигураторе можно задать пароль, сбросить его и перепрошить датчик уровня топлива. Как видите, в настройке датчика уровня топлива нет ничего сложного. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и спасибо за просмотр.